Почему человек не может жить без искусства? Наверное, потому что оно помогает познавать не только мир, но и самих себя, учит каждого быть добрее и духовно богаче. Представители творческих профессий были востребованы и сто лет назад, востребованы они и сейчас. Эксклюзивная продукция Handmade – это не только источник заработка, но и возможность выразить себя, сделать этот мир чуточку прекраснее, подарить окружающим не только свое произведение, но вместе с ним позитивные эмоции и яркие впечатления. Герои нашей программы именно такие, поэтому экспертами всех выпусков становились и обладатели уникальных профессий, и просто любители. Но и тех, и других связывает неуемная фантазия и желание творить. Чтобы быть настоящим профессионалом, это нужно знания колоссальные из разных отраслей. Надо прекрасно знать химию, физику, математику, блестяще надо знать математику, геометрию, все эти расчеты делать технологические. Это еще надо быть гемологом, это надо быть искусствоведом и много-много кем еще. Казахстанские ювелиры – частые герои нашей программы. Но на истории Ильяса Сулейменова хочется остановиться еще раз. Его называют одним из самых популярных и профессиональных отечественных специалистов. Заслуженный ювелир по классификации Международного фонда Фаберже, доктор философских наук, кавалер орденов Франца Бирбаума и Карла Фаберже пропагандирует казахское искусство на мировой арене. Благодаря ему национальные мотивы в украшениях зазвучали по-новому. Он – основоположник нового стиля «Евразийский этномодерн». Чтобы быть в одном ряду с такими метрами, это надо было что-то из ряда вон такое предложить. Я разработал целую, так сказать, и запатентовал целую технологию художественно-композиционно, как это делается с помощью специального оправа, камни, причем драгоценные, потому что применяются бриллианты, чтобы подчеркнуть статус. В Париже целая комиссия собралась, потому что они не могли поверить, что это все природное, что это природа-мать 3 миллиарда лет назад создала такие картины в камне. А я сумел, так сказать, обнаружить. И назначили экспертизу, которую проводил лично сам президент Ассоциации гемологов Франции. Вы представляете, да? И вот когда он дал свое заключение, что здесь все натурально, ничего не нарисовано, не пририсовано, не подкрашено, вот как есть все натурально 100%, тогда, конечно, это был фурор. Доказывает тот факт, что ювелирное искусство казахского народа актуально и на сегодняшний день. И еще один герой наших выпусков – Александр Шурдук. Художник, который работает в уникальной технике флорентийской мозаики. Призер международных выставок и конкурсов. Он постоянно создает новые шедевры. Произведения художника хранятся как в отечественных, так и зарубежных музеях. Они украшают зал официальных приемов президента Казахстана. Я же и сам еще их распиливаю, эти камни. И каждый раз с таким вожделением, с таким нетерпением жду первого среза. Какой рисунок будет, что там внутри будет, там уже этот момент ждешь. Уникальность методики Александра в составлении картин, когда они собраны не из большого количества осколков, а из крупных пластов натуральных полудрагоценных минералов. Задача мастера в этом случае – найти такие плитки камня, на которых сразу можно увидеть определенный рисунок, либо нужное сочетание красок. Допустим, если надо сделать дерево, есть и такой, яшма. То есть у него уже, в принципе, готовый ствол. Можно увидеть ствол дерева. За 20 лет моей практики возможно подобрать любой оттенок, допустим, одного цвета, но разные оттенки, вплоть до создания светотени, какой-то там объема. Это возможно. То есть, в принципе, только захотите увидеть это все в камне. Александр за долгие годы работы собрал огромную коллекцию полудрагоценных камней. В своей мастерской он сам нарезает их на плитки. Для любой своей задумки художник сначала подбирает камни по цветам, и только после этого приступает к точной нарезке фрагментов будущего полотна. Вырезается, допустим, какая-то одна деталь, и потом по ней отрисовывается контур этой детали, и вырезается уже следующее. И происходит как бы уже подгонка непосредственно. То есть уже плотная подгонка. Где-то уже там, где-то напильничками алмазными. Стремление к совершенству — это, пожалуй, общая черта всех представителей творческих профессий. Иначе быть не может. Любое произведение искусства для его автора словно ребенок, в которого вкладывается максимум усилий и знаний, и новизны. Ноу-хау казахстанскому творчеству не чуждо. Напротив, отечественные художники активно познают диджитал-пространство. Сейчас появилось много сайтов. Они позволяют тебе разместить свою цифровую иллюстрацию. Любое цифровое творение — это может быть короткий клип, какая-то анимация. И на эту вещь найти владельца. Сейчас на инавторынке самые дорогие картины — это восьмибитные аватарки. Они могут стоить по 82 тысячи долларов. Это, конечно, удивляет, но на самом деле люди это покупают. И, например, вот я создавать цифровой рисунок, могу его продавать бесконечно. Мария Ильницкая — знаменитый казахстанский иллюстратор, больше известна как Мими Ильницкая. Ее произведения выставлялись не только в Казахстане, но и в России, а также в странах Европы. Художница получила академическое образование живописца. В начале своей карьеры работала в рекламных компаниях. Иллюстрировала цикл детских книг. А сейчас ее знают благодаря коллекции картин этно-шика. Сейчас в Казахстане настала волна, когда мы с гордостью говорим о своей культуре, о национальных особенностях Казахстана. Казахская культура может быть модной, крутой, что ей можно гордиться, что о ней можно рассказывать. В таком интересном ключе, что она становится темой на зависть даже тех, кто не живет в Казахстане. Современные технологии позволяют иллюстраторам быть востребованными и популярными во всем мире, не выходя из своей рабочей студии. Поэтому Мими советует всем художникам пробовать свои силы в мировой сети. Есть такая классная проверка у художников, ну вообще, мне кажется, у любого креатора. Ты что-то создаешь, если это нравится твоим друзьям, это хорошо. Если это нравится людям, живущим в твоем городе, значит твой потенциал очень большой. Если это хотят покупать люди из твоей страны, твой потенциал гигантен. Если хотят это люди, независимо от того, в какой они стране живут, то это уже получается мировой уровень твоего продукта признания. Но как добиться признания? И почему один художник становится популярным и востребованным, а другой нет? Пожалуй, точного ответа на этот вопрос никто не даст. Остается лишь полагаться на собственную интуицию. Если кажется, что картина или скульптура оживают, вот-вот сойдет герой произведения с постамента, тогда точно перед вами настоящий шедевр, созданный рукой мастера. Работа начинается вот с такого размера, с такого эскиза, где как бы рождается вот в такой форме. Потом в процессе работы увеличивается, вот это уже рабочая модель, памятник. В таком размере мы прорабатываем его уже более подробно, более точно. И, собственно говоря, вот выходим вот к такому размеру итогово. Это уже скульптура в величину сооружения. Вот такая вот она будет, собственно говоря, уже на улице города. Ее отольют в бронзу и установят. Сейчас я поливаю скульптуру, потому что она высыхает. Она сделана сейчас из глины в мягком материале. Это портрет директора колхоза из Петропавловской области, Зенченко. Очень интересная личность. Человек, который в 90-е годы сумел сохранить и поднять свой колхоз. Даурендус Магомбетов – человек, который смог заявить о своем таланте уже в 12 лет. В этом возрасте он не просто помогал родителям в создании памятника Илья Сужен-Сугурову в Талдыкургане. Он был полноправным соавтором этого творения. И ведь это не единственный совместный труд двух поколений знаменитой семьи Досмагомбетовых. Например, памятник Канышу Садпаеву из бронзы был воздвигнут ими в 1999 году возле здания Национального технического университета в Алматы. Что касается индивидуального творчества Даурена, то он украсил практически все города Казахстана своими произведениями. Скульптуры, созданные 5000 лет назад в Древнем Египте, это то, что мы знаем о Древнем Египте. И спустя 150-200 лет, когда мы умрем, и память о нас, собственно говоря, будет забыта, потомки будут судить нас по нашим монументальным произведениям. Даже не столько по маленьким декоративным скульптуркам, картинкам или еще что-то, оно, скорее всего, вряд ли будет сохранено. А монументы, они будут продолжать стоять и жить. И люди будут думать о нас с точки зрения того, что стоит сейчас на улицах. То, что сохранится, что имеет большую возможность для сохранения. То, что творчество скульпторов было популярным и востребованным еще задолго до появления наших современников, утверждает богатое наследие, доставшееся человечеству со времен античности. Скульпторы и архитекторы – представители как раз той профессии, которая хранит историю и несет культурные коды нации через века. Мне всегда хотелось посмотреть на то, как моя идея встает на улице, как она превращается в памятник. И мне всегда хочется, чтобы мои памятники были динамичны, чтобы это были не статика, чтобы это была не замерзшая фигура, стоящая в одной мертвой позе или сидящая на стульчике, а чтобы это был какой-то апофеоз движения воздуха, света, энергии, чтобы гигантские какие-то сложные ткани, складки образовывали какие-то тени, рисунки, силуэты. Интересно, это очень интересно. Но рассказываем мы не только о представителях самых популярных и древних творческих профессий. Современность несет с собой новые тенденции, и профессии ландшафтного дизайнера уже мало кого удивишь. А вот результатом их труда вполне. Биби Гульдет Хабаева может сформировать любое пространство исключительно из растений. Что такое ландшафтный дизайн, ландшафтная архитектура? Это в первую очередь работа с пространством, это умение его трансформировать, это умение его поменять. Только вот в ландшафтном дизайне здесь материалами и выступают растения. Например, растения для меня – это архитектурные составляющие ландшафта. Я знаю, как их посадить, я знаю, какие растения требуют какой агротехники. Мне это необходимо для того, чтобы я могла свой сад, свой проект реализовать и сделать так, как я его задумала. Биби Гуль по образованию – инженер-строитель. Но заниматься ландшафтным дизайном было ее мечтой. Специально для этого она окончила курсы садовников-озеленителей, и сегодня в Казахстане ее уже называют одним из самых знаменитых специалистов в этой сфере. Это у нас лео-де-дрон, в переводе это тюльпановое дерево. Шикарно, обалденно. В грунте он уже провел более трех лет. Он уже три зимы наши казахстанские перелези. Адаптированный весь материал. Посмотрите, какой у него лист резной. Вообще тюльпановое дерево, оно зацветает на седьмой год. Ну и так думаю, что уже на следующий год он должен... А вот же что-то. И даже начинает уже нацветение набирать. Да-да-да-да. Это вот получается такие прямо реально желтые тюльпаны, да? Да. Сантиметров по 15, да, такие цветы потрясающие? Да. Пока Бибигуль выбирает растения, которые украсит ее следующий проект, мы хотим обратить ваше внимание на то, что ландшафтный дизайн позволяет использовать каждый квадратный сантиметр земли эффективно. При этом дизайнер должен учитывать такие факторы, как освещенность участка, направление ветров, залегание грунтовых вод и качество почвы. Именно по этим критериям отбираются растения, которые превратят территорию сада в произведение искусства. Потребность украшать не только свои дома, но и сады, она, я думаю, велика. То есть люди сейчас имеют к этому, имеют желание. На самом деле, таким людям даже бывает приятнее делать, потому что ты знаешь, что эти люди, они будут действительно за каждым цветочком, за каждым кустиком, они будут ухаживать. И он для них будет просто родным. Последние десятилетия в дизайне как садов, так и помещений все чаще используют национальную символику и традиционную казахскую орнаменталистику. Особой популярностью пользуются элементы, берущие свое начало в казахской юрте. И традиционное жилище казахов подарило миру новую профессию, уникальную, с казахским характером. Юрта – это чисто экологический продукт. Здесь используется кожа, сыромять используется, привязываются вот эти саганактар, вот это саганакт называется, они привязываются с сыромятью. Здесь используется, допустим, у бау используется, ну, раньше использовались волосяные, как волосяные арканы такие. А сейчас, в данный момент, ну, они, ну, как бы, волосяные не очень неудобные, поэтому мы используем его шерсть. Сама по себе юрта олицетворяет Вселенную. При этом круг – это не только символ бесконечной жизни, но и функциональная необходимость. Такая форма имеет наибольшую сопротивляемость ветру, устойчива и вместительна. Специалист по юртам Назира Шакаева не скрывает, что ее жизнь поменялась в лучшую сторону благодаря тому, что однажды она серьезно заинтересовалась национальным жилищем предков. Я работала в банковской сфере, начальником отдела кадров, HR-департамент возглавляла в банковской сфере. И в один день тоже так же поставили юрту во дворе, я вот зашла в нее, и все, я опять почувствовала, как будто я вернулась в детство и не хотелось возвращаться вообще, выходить из нее. Важно отметить, что в наши дни производство юрт в Казахстане востребовано не меньше, чем сотни лет назад. Изготавливают их традиционно вручную. Это касается и внутреннего убранства, где часто используются кожаные изделия. Продукция из этого материала всегда была популярна. Наша героиня Алия Абдрахманова по профессии модельер одежды. Открыв собственный ателье, как-то она решила поработать с кожей и сразу поняла, что это направление полностью ее захватило. Ну, прежде чем начать изготавливать, допустим, рисунок на изделии, я должна создать масштаб. Для себя я сначала черчу, создаю маленький эскиз. Размеры я для себя уже определила, значит, я уже знаю, сколько у меня будет вот этого часть рисунка. Так, здесь уже я нахожу, допустим, вот мне сейчас просто вот спонтанно, да, я хочу нарисовать девушку под зонтом. Допустим. Я для себя отмечаю. Здесь вот у меня будет вот так вот примерно находиться. Я даже не знаю, сделаю ли я это тиснением, или это будет аппликация, или же это какие-то другие фрагменты. Изделия из кожи Алия изготавливает полностью вручную. При этом ее сумки, кошельки, визитницы и ключницы украшены гравировкой, тиснением, мехом и серебряными вставками. В наше время существует много разных способов обработки кожи, которые используются по отдельности, а иногда их сочетают. Все зависит от замысла художника. Все, готовый рисунок. Фиксирую. Вот у нас уже рисунок переведен. Я его четкий контур вижу. Внешний контур я хочу углубить, чтобы у меня, раз это слом, значит, у него должен быть объем. Одним ближе по духу живопись, другим — скульптура. А кому-то изделия из войлока или стекла. За повседневной суетой человек забывает о том, каким прекрасным может быть мир, как красива природа, сколько необычного и потрясающего таит в себе каждый день. Искусство совершенствует людей, расширяет их кругозор. И благодаря ему мы становимся чуть лучше и иначе смотрим на мир. Абсолютно все мастера сходятся во мнении, что творить может каждый, и начать никогда не поздно. Субтитры создавал DimaTorzok